Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать об использовании iCloud-хранилища, что это такое и как правильно его настроить. Итак, первое, что нужно понять. iCloud-хранилище это доступность ваших данных сохранить в облаке. То есть вы можете его сохранить на телефоне в iCloud, а другое делается на компьютере через iTunes. Это тоже ваше iCloud-хранилище, хранилище ваших данных. Что туда входит? Туда входит ваша копия данной iOS, фото, видео, музыки, заметок сообщения, приложений и так далее. Все то, что вы можете включить, я наглядно вам покажу. Что нужно знать? Первое, что нужно знать, вам доступно всего 5 гигабайт бесплатного хранилища от компании Apple. Чтобы оставаться в этом объеме, вам нужно посмотреть это видео. Для начала зайдем в iCloud, сам. И разберемся, что это такое. Это наше пространственное хранилище, которое доступно нам на любом Apple устройстве. Это с iPhone, iPad. Что у нас входит в резервную копию? Все те пункты, которые отмечены, вот зеленым у нас ползунки, это то, что входит в резервную копию. Дальше. Нажимаем управление хранилищем. Что мы здесь увидим? Мы здесь увидим то, что у нас включено в резервную копию. И сколько весит. Это фото, iCloud Drive, то есть это то, что в файлах находится. Диктофон, почта, сообщения, заметки, вайбер, здоровье, быстрые команды и там возможно какие-то приложения. Но в большинство входит что? Это резервная копия вашей iOS, в которой хранятся данные. Фотки, контакты, заметки, видео, музыка и так далее, и так далее. Вот. Это все то, что нам показывается, сколько здесь оно весит. Как видите, у меня используется 7,2 из 50. Я как добропорядочный гражданин плачу 1 доллар в месяц. И компания Apple мне предоставила еще 45 гигабайт. В общем, у меня 50 гигабайт. Что мы с этого имеем? То есть поняли, да? Чтобы, допустим, избежать то, что у меня вот есть, мы уже поняли, что занимает примерно 2 гигабайта резервная копия. Именно. И фото больше всего занимает. Что нужно понимать? Если вы отключаете фото, вы экономите очень много места. Примерно 2,5-3 гига. В данном моем случае я особо ничего не фотографирую и не снимаю. Там очень редко. Но сам факт. Если вы хотите сэкономить хранилище, убедитесь, что для вас здесь важно. Оставляйте в хранилище. По поводу фото есть отличная замена. Вы просто качаете Google Фото. Вот это вот, которое доступно бесплатно в App Store. И там доступно нам тоже, по-моему, 50 гигабайт для как раз хранения фото и всего этого дела. Но, я же говорю, решать вам. Можете не докупать, как я. Можете использовать полноценно. Эти 5 гигабайт я использовал на протяжении, не знаю, от момента 5S и вот до iPhone X я совсем недавно вот только купил. То есть, у меня был телефон 5S, SE, 7-ка и вот уже в данный момент 10S. И я вот только-только его приобрел. Мне особо он не нужен был. Вот. Поэтому я что вам рекомендую. Вы скачайте себе Google Фото, отгружайте все фото-видео туда. Именно резервную копию контактных данных вашей iOS и всего то, что включено, оставьте для нее. Оно будет обычно занимать 2, максимум 2,5 гига. И все. И вы очень много сэкономите. Как правило, больше всего занимает фото-видео. А выход какой? То, что скачать Google Фото. То, о чем я вам и сказал. Я вам все доступно, понятно объяснил, показал. Имейте в виду, вам нужно будет просто скачать Google Фото приложение. Это тот самый заветный пункт, который сэкономит вам место на вашем устройстве. Вы просто выгрузите все фото-видео без потери качества туда. И сможете достаточно сэкономить место. У вас всегда хватит резервной копии вашей данной iOS, контактов и всего остального необходимого, чтобы восстановиться в нужный момент. И все. Ничего сложного здесь нет, сверхсекретного. И вам не придется тратить 1 доллар в месяц, как это делаю я, допустим. Если для вас это принципиально, можете просто использовать Google Фото и все. Вот как-то так. Поэтому не переживайте, если у вас где-то там вылетает какое-то окошечко, что у вас закончилось хранилище. Это не ваше хранилище, именно память вашего устройства. А именно облачное хранилище. Вот и все. Если вам понравилось видео, подписка, лайк, комментарий. Прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!